МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Провели технический осмотр блогера. Все в порядке. Сейчас проводят регулировку оборудования. Под контролем Балададаша Зейналова все технологические процессы на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в Баку. Он в ответе за модернизацию и реконструкцию предприятия. По инициативе Зейналова уже работает в полную силу новая битумная установка. Поначалу было очень сложно, потому что эта установка была первая. Мы первый раз столкнулись с международными стандартами, с международными требованиями, но мы смогли перебороть это. Теперь в год здесь могут производить до 400 тысяч тонн битума. Но это только начало. Ведь уже через пару лет бензин и дизель тоже собираются выпускать на новом оборудовании. Сегодня нефтеперерабатывающий завод в Баку активно модернизирует. Уже установка по производству битума готова. Мы как раз сейчас здесь и находимся. Впереди еще два этапа. И уже в 2021 году завод будет полностью обновлен. Валдадаш начинал работать на этом заводе оператором. Позже стал инженером и вот теперь занимает руководящую должность. Я думаю, что да, в смысле, это заранее было предопределено с избой, наверное, что я попаду на тот же завод, где когда-то работали мои родственники, как можно сказать. Когда-то его дедушка тоже начинал оператором. Позже прошел все ступени карьерной лестницы и более 15 лет руководил этим заводом. В дальнейшем планируете, что династия будет продолжаться? Надеюсь. Именно в этой же сфере. Надеюсь. Я хотел бы, конечно. Для Азербайджана династия, особенно в нефтяной отрасли, дело привычное. Ведь страна фактически родина добычи черного золота. Это один из многочисленных памятников Баку. Но когда-то с помощью этой деревянной конструкции был совершен настоящий прорыв. В 1846 году здесь впервые в мире нефть добыли из буровой скважины. Это произошло задолго до первого бурения в Соединенных Штатах. Еще в начале 20 века Азербайджан стал крупнейшим в мире нефтепроизводителем. А в 40-е годы здесь появилась стационарная платформа в открытом море, что стало настоящим технологическим прорывом. В 41 году именно Азербайджан добывал львиную долю нефти в Советском Союзе, более 70%. Это стало настоящей гарантией будущей победы в войне. Ведь из этого черного золота производили топливо для всей военной техники. Камиль Акимов – ветеран нефтяного дела. В 43-м поступил в техникум и связал свою жизнь с черным золотом навсегда. В свои 92 года каждый день ходит на работу. Занимает пост советника главы компании, которая решает экологические вопросы в топливной отрасли. Камиль Алиевич встречает нашу съемочную группу как раз перед тем, как отправиться в офис. Эдар Алиев – наш первый секретарь Азербайджана. Янид Ильич Брежнев. Я стою, рассказываю насчет этого макетного. За мной сидит его, я загородил Черненко. Это помощник генерального секретаря Брежнева Александров Михаил Андреевич. Камиль Акимов был и работником завода, и возглавлял его. Этот момент как раз запечатлен на фотографии. Позже стал первым заместителем министра нефтяной промышленности страны, потом и возглавил ведомство. В годы войны он еще учился, но помнит все детали, как будто это было вчера. Пушечные масла, танковые масла, авиационные масла, авиационное топливо и так далее, и так далее. Это все вырабатывалось в Азербайджане. Не напрасно Гитлер стремился с первого дня захватить Баку, потому что он знал историю Азербайджана и нефти, нефтепродукты и так далее. В то время приходилось решать несколько задач одновременно, вспоминает Камиль Алиевич. Это оборона Баку, добыча нефти и обеспечение фронта нефтепродуктами. Дорога закрыта, железная дорога не действует, невозможно. По Каспи, по Волге, по воде танкер налили бензинный и дизельный топлив, что нужно. Его по воде таскали от Баку до Волгограда, по воде. Переходили и взяли, обеспечили фронт топливом. Но перерабатывали все годы гораздо меньше нефти, чем добывали. Просто не было такой необходимости. Все излишки направляли в так называемые земляные амбары на хранение. Сегодня на том месте, где они были, построен футбольный стадион. Пожалуй, один из самых главных символов Азербайджана – это огонь. В центре Баку построены башни в форме языков пламени. Именно здесь впервые в стране пройдет встреча ОПЕК+. Участницы сделки обсудят текущее состояние рынка нефти и его будущее. И сегодня Азербайджан остается частью мирового нефтяного общества. Страна с самого начала – участница сделки ОПЕК+. Президент страны Ильхам Алиев на форуме в Довозе делает прогнозы, каким будет рынок благодаря соглашению. Азербайджан со своей стороны предпринял необходимые меры и взял обязательства по сокращению добычи нефти. И эти обязательства мы выполняем. Поэтому, думаю, что если все страны будут ответственно подходить к этому вопросу, то, наверное, цена останется в сегодняшнем диапазоне. Это 60-70 долларов за баррель. Условия сделки ОПЕК+, менялись несколько раз. Объединение сделало все, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения на рынке. На последней встрече в Вене было решено сократить добычу на 1 миллион и 200 тысяч баррелей в сутки. 20 тысяч на себя взял Баку. По подсчетам главы Министерства энергетики, страна должна добывать не больше 776 тысяч баррелей в день. В январе месяце мы еще не достигли стопроцентного исполнения нашего обязательства. Ну, вы понимаете, это также технологический процесс. Там есть свои правила, но у нас подход постепенный. Так что мы собираемся предпринимать все необходимые шаги, чтобы соответствовать нашим обязательствам. По словам Парвиза Шахбазова, по итогам прошлого года в Азербайджане в сутки добывали почти 800 тысяч баррелей. Значительная часть идет на экспорт. Большая часть поставок приходится на Сакар, крупнейшую нефтяную компанию страны. Ее вице-президент Эльшат Насиров рассказывает, расширять географию присутствия в ближайшее время не планируют. По вполне объективным причинам. У нас география достаточно обширная, поэтому расширять географию за пределы этой планеты мы не можем. А на западе наши отгрузки начинаются от западного побережья Канады, США, Эквадор, Чили. А на востоке это Япония, Южная Корея, Китай, Индия. В 2007 году именно для экспорта Сакар учредил дочернюю компанию, которая занимается исключительно трейдингом. По словам начальника управления маркетинга Однана Ахмедзаде, именно тогда появилась необходимость наладить продажи напрямую до конечного потребителя. Было принято решение открыть Сокартрейдинг, который будет покупать нефть азербайджанскую с Джейхана на выходе с трубопровода и сами номинировали судно, довозить их до определенных стран с доставкой до конечного потребителя прямо на завод. Только за первые пять лет работы компании продажи азербайджанской нефти удалось существенно увеличить. Тренд сохраняется и сегодня. В кумулятивной составляющейся просчитать около миллиарда семьсот за этот период было дополнительные прибыли к государству, то есть нефтяному фонду за счет активной деятельности Сокартрейдинга. Вице-президент Сакар рассказывает, сегодня компания реализует несколько крупных инвестиционных проектов. Каждый из них стоит от полутора до четырех с половиной миллиардов долларов. И речь идет не только о нефтедобыче. Дополнительное производство объемов газа с месторождения Шахданис проект 2. Есть несколько инвестиционных проектов, которые завершены. Это и заводы полимер, и карбомидный завод. Сейчас мы работаем над инвестиционным проектом газоперерабатывающего завода, газоперерабатывающего комплекса. Но не в одиночку. Москва и Баку партнеру по целому ряду направлений. Конечно, они затрагивают и энергетику. Так, Лукоил работает в Азербайджане уже 25 лет. Инвестиции компании в совместные проекты около 4 миллиардов долларов. Один из самых известных – разработка шельхового газоконденсатного месторождения Шахданис. Глава компании Вагит Олегперов, с ним мы пообщались на Довозском форуме, прогнозирует объемы добычи в этом году. Компания BP сегодня в основном сконцентрируется на строительстве новых газопроводов. То есть актив развивается стабильно. То есть у компании небольшой процент, там 10 процентов, шах не из-за один, шах не из-за два. Поэтому мы думаем, что вот те объемы, которые сегодня производятся, они сегодня идут в графике запланированной. Кроме того, благодаря Транснефти, азербайджанское черное золото надежно отправляется на экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск. Также есть совместные проекты с Роснефтью и Газпромом. Министр энергетики Азербайджана напоминает, сотрудничество не заканчивается двусторонним форматом и приводит примеры. Помимо этого, мы в прошлом году подписали контракт о поставках российской нефти, нефтеперерабатывающий завод в Турцию, который является результатом азербайджанских инвестиций в эту страну. И вот таким образом мы уже имеем даже трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Россией и Турцией. Страна, где зародилась нефтедобыча и сегодня старается идти в ногу со временем. Ведь Баку есть чем удивить.